Трамвайное депо полно новой современной техники. Всего несколько лет назад водители трамваев и троллейбусов могли о таком только мечтать. А сегодня получают ключи от нового подвижного состава. Троллейбус нового поколения Алексей Тишин обкатал без пассажиров и уже оценил все преимущества. При форс-мажоре, если вдруг в проводах отключат электричество, машина сможет проехать несколько километров на аккумуляторе. В управлении легче, мягче идет по дороге, чем старые троллейбусы. Водители трамваев также в восторге от новых вагонов. Все они низкопольные, оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Три камеры салона и наружные камеры, три штуки включены. Это удобно при скоплении машин, это ты можешь посмотреть, как прошел вагон, хорошо, нехорошо, не задели ли кого-то, стоит ли кто-то около вагона, если идет посадка-высадка пассажиров. Бывает так, что в зеркала не все можно увидеть, есть мертвые зоны. И вот по камерам больше можно обзора получить. Десять новых троллейбусов и столько же трамваев выйдут на маршруты уже в ближайшее время. Сегодня их презентовали первым лицам. И это не все обновки. Только в прошлом году в Самаре закупили более сотни троллейбусов и автобусов. А вскоре в город приедут еще порядка двух десятков единиц машин. 63-й регион вообще лидер по обновлению общественного транспорта. Одна треть всех субсидий из федерального бюджета получила именно Самарская область. В этом году придут, еще в 17-м году будут приходить, и я думаю в 18-м году еще к чемпионату мира мы успеем закупить дополнительно. Основные маршруты будут точно закрыты. Предстоящему Самаре-Мундиалю планируют закупить и трехсекционные трамваи. Один уже прошел тест, это Белорусская метелица, а Усть-Катавский состав еще пока сдает экзамен. В очереди Уральский трамвай. После того, как выберут лучшую модель, по Самарским рельсам будут курсировать 10 суперсовременных трамваев. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.